ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Доктором исторических наук, профессором Сергеем Филоненко. Сергей Иванович, здравствуйте. Освобожден был город в течение двух операций, Острогожско-Рассашанская и Воронежско-Косторнинская. Такие две крупные операции. И вот особенно Острогожско-Рассашанская операция, она вообще в истории, ее называют Сталинград на Верхнем Дону. Вы этот вопрос изучаете давно, очень глубоко. Вот сегодня к нам в студию пришли не с пустыми руками, с книгами. На каких моментах можно сегодня сосредоточиться, о чем рассказать воронежцам? Вот что, может быть, доселе было неизвестно или скрыто за печатями? Поделитесь с нами, пожалуйста. Мы последние десятилетия являемся свидетелем тех событий, когда значение сражений на Воронежской земле приобрело международный характер и международное признание. И в связи с этим идет целая серия публикаций, книг, которые издаются в государствах европейских. Они в Венгрии издаются, и в Италии издаются, и в Германии. С участием ведущих российских военных историков, в том числе и воронежских. Вы действительно сказали, что бои на Воронежской земле, Сталинград на Верхнем Дону, упомянули две операции. Острогорско-Россершанская операция дала возможность, освободив райцентр Воронежской области, Острогорск и Россерш, разгромив основные силы Альпийского корпуса, 8-й итальянской армии, уничтожив практически полностью 2-ю венгерскую армию, оголить фланг немецкой группировки, которая сражалась в Воронеже. То есть 2-я немецкая армия, которая стояла в городе и занимала его, так сказать, северный фланг обороны, она оказалась уязвимой. Открылся ничем не защищенный фланг этой армии, и советские войска со стороны Острогорска, со стороны именно этих южных районов Воронежской области, имели возможность наносить удар во фланг 2-й армии. Поэтому немцы вынуждены были бросить, как они называли, плацдарм Воронеж, который они держали и очень придавали ему большое значение. И уже в Придонье, в степях во время обступления были окружены, и основные силы 2-й немецкой армии уничтожались. Что новое, на что сейчас концентрируется внимание исследователей, это в основном концентрируется на работу с документами. Почему? Потому что есть решение правительства Российской Федерации, позиция президента Владимира Владимировича Путина, то есть дать возможность историкам получить доступ к миллионам документов, которые находятся в Центральном архиве Министерства обороны. И там сейчас идет строительство будущего, как планируется, Центрального архива Великой Отечественной войны, куда перевезут все документы по войне, и чтобы исследователи в одном месте, в оцифрованном виде, имели возможность получить доступ к этим документам. Это связано с тем, что очень многие исследования, в том числе и на Западе, они построены не на основе документов, документальной базы, а построены на основе в основном мемуаров военачальников или воспоминаний военнослужащих, если мы Италию тоже возьмем, более 200 книг на общую тему, как страдали итальянцы во время отступления, когда немцы поставили пулеметы, и венгровые итальянцы согнали с дорог, и они пошли по целению. Вот представляете, январь 43-го года, снежный покров метр-метр двадцать, а итальянский или венгерский солдат должен идти час, два, три сутки, два, три, пять дней по целине, по пояс в снегу, морозы до 30 градусов. Понятно, что они побросали оружие, понятно, что они огромные потери понесли за счет обморожения, и плюс им на пятки наступает 3-я танковая армия рыбалка, советские танки догоняют 7-тысячные колонны этих отмерзших вояк, и давят их, уничтожают и смерть оккупантам немецко-фашистским, куда попали и сателлиты под эти удары. Поэтому, конечно, они в первую очередь писали о страданиях, писали о трагедии, а сегодня настал этап, когда историки, в том числе и итальянские, они обращаются к документам. Уже другой взгляд. Совершенно, это взгляд уже ученых, понимаете, которые обращают внимание к вопросу оккупационного режима. То есть была немецкая администрация, но, видите, были и администрации 8-й итальянской армии, были лагеря для военнопленных немецкие, и они запрещали итальянцам сначала иметь свои. Потом разрешили, 15 лагерей для военнопленных чисто итальянских были. Как они функционировали, какое отношение. Потому что история покажет, если в немецких лагерях был очень жесткий режим, то в итальянских лагерях был такой лояльный режим. Они сейчас извлекают документы и показывают. А мы старались в зимних условиях зимы 42-го года, в декабре там в Россоши мы раздавали одеяло, раздавали военнопленным даже одежду, ношенную итальянских военнослужащих. Потому что люди, которые не отапливаем в бараках, они бы просто умирали бы. И все. То есть пытаются каким-то образом за счет документов смягчить вот эту ситуацию и сказать, что да, были оккупационные войска, но мы относились к русским, допустим, по-другому. И подтверждать это документами. С нашей стороны мы открыли несколько миллионов дел в Москве, в Центральном, в Подольске, в Центральном архиве Министерства обороны. И со своей стороны огромный массив документов лежит в Центральном архиве ФСБ на Лубянке. Лубянка тоже предпринимает усилия по тому, чтобы рассекретить и ввести в научный оборот документы, которые у них находятся на хранении. И это не просто благое пожелание, это конкретная и большая работа. Я сегодня нашим телезрителям хотел бы показать. Это первый том, первый том пятитомника, который называется «Великая Отечественная война». Написан на основании документов Центрального архива ФСБ. То есть Центральное архивное управление Москвы, Центральный архив ФСБ, Институт российской истории, РАН. Создали авторский коллектив, около 20 профессоров, ведущих историков военных страны. И мне посчастливилось принять участие в этой работе. По каждому году войны стали выпускать отдельный том. Сергей Иванович, вопрос по операции «Малый Сатурн». Как раз с нее началось освобождение города Воронежа. Что сейчас, спустя годы, говорят об этой операции? И вот в последнее время заговорили о создании центра в Верхнем Омонском районе. Что это за центр? Расскажите нам. Вы действительно правы. Временно оккупированная часть территории Воронежской области, в том числе и город Воронеж, они были освобождены в ходе трех последовательных и наступательных операций советских войск. От 16 по 30 декабря 1942 года происходила операция «Малый Сатурн». Южные районы Воронежской области, Богучарка, Антемировка освобождались, потом Острогорско-Рассшанская и Воронежско-Косторницкая. И в один день, 2 февраля, закончилась наша операция и Сталинградская битва. Так вот, уникальность операции «Малый Сатурн» заключается в том, что она прошла в рамках Сталинградской битвы. То есть вся группировка войск, которая сражалась в Сталинграде, были основные силы 6-я армия Паулиса. Все о ней знают. Фланги этой немецкой армии, которая никак не могла утопить наших в Волге и полностью овладеть Сталинградом, были румыны, 3-я и 4-я армия. Мы прорвали фланги румынские, окружили немецкую армию, не дали деплокации, это известно все. А то, что еще был второй котел, оно у историков все время обозначался как «малый котел», был первый под Сталинградом, а второй — это разгром, первая фаза основных сил 8-й итальянской армии. Это как раз операция «Малый Сатурн» и знаменитый Осетровский плацдам, откуда с территории Воронежской области и начинался этот разгром. Поэтому мы должны гордиться. Почему? Если бои на Воронежской земле под Богучаром, Верхним ОМОН — часть Сталинградской битвы, то мы должны гордиться тем, что и тоже воронежцы, и войска Воронежского фронта, ну, здесь Юго-Западного фронта, они принимали участие в этих событиях. Поэтому Сталинградская битва своим крылом захватила южные районы Воронежской области. Естественно, что эти события нужно увековечить. Сказать, что мы никак на это не обращали, это неправда. Значит, был установлен монумент на вестах боев, там и танк советский установлен, и непосредственно места прорыва Осетровский полоснарм, артиллерийское советское орудие установлено, есть табличка «Малый Сатурн», и все. Но годы идут, вот, и желание увековечить подвиг народа, и возможности государства, и в Воронежской области они увеличиваются. И тут еще плюс, сейчас к Олимпиаде, вы видите, сделали трассу М-4, она стала скоростной, федеральной, огромные массы людей будут перемещаться через Воронежскую область туда, в Сочи, и на период Олимпийских игр, и потом это, естественно. И поэтому обсуждался вопрос о том, чтобы историко-культурный комплекс Осетровский полоснарм на территории Воронежской области создать. Именно на местах тех боев, именно там, где установлена пушка, это к 70-летию Победы, вот, проведена подготовительная работа, создана группа организационная по проработке этого вопроса. Я не знаю, что я член этой группы, но моя задача узкая, я военный историк. То есть я должен предоставить всю информацию о том, насколько значимы были бои, какие были потери, и обоснование именно с научной точки зрения. Когда происходит, это большой, грандиозный проект, что там предполагается и музейная экспозиция, чтобы не просто можно было зайти. Там и инфраструктура будет строиться, там рядом строятся гостиницы, насколько я знаю, там можно будет, когда останавливаются... То есть целый комплекс получается. Это и комплекс, да, историко-культурный. Там будет строиться колокол мира по всех странах, и десятки стран по всему миру есть эти колокола мира, которые звонят в память о тех событиях, которые там происходили. Если будут туда приезжать иностранцы, на места этих боев, они имеют на это право. Так же, как мы можем приехать и в Германию, и в Италию. Я думаю, что ничего страшного, если приедут и потомки тех, кто воевал в составе 8-й итальянской армии. Он прочитал письмо своего дедушки. Я сопровождал одну венгерскую группу. И они доставали, когда экскурсия закончилась, они достали письмо и говорят, вот дедушка прислал последнее письмо и пишет место, где Острогорск, Январь. Можно нам съездить из Воронежа в Острогорск? То есть им просто интересно знать, что это за город, где это было 70 лет. Не с точки зрения того, что там строить мемориал или что-то воздавать какие-то. Просто люди хотят привязать историю своей семьи к конкретному месту, где это происходило. Это нормальное, здоровое желание современного человека. И они должны туда приехать и увидеть там правду, как была разгромлена 8-я итальянская армия и почему это произошло. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok